В эфире рейтинг бизнес новостей в сети интернет по версии первого делового. Лукашенко сближается с западом ради денежного дождя. От России пишет The Economist. Кризис в Украине оказался болезненным практически для всех вовлеченных. Россия находится под воздействием санкций и в ссоре с другими странами. Перед НАТО возник самый серьезный вызов со времен окончания Холодной войны. А сама Украина расчленена и истощенная войной. Восстанавливается с трудом, даже несмотря на тенденцию к прекращению огня на востоке страны. Но в этом хаосе возник один явный победитель. Александр Лукашенко, диктатор Белоруссии, северного соседа Украины. Хитрый президент использует конфликт в Украине, чтобы представить себя самого в качестве государственного деятеля. Западные дипломаты говорят, что считают Лукашенко менее неудобным, чем российского президента Владимира Путина. Однако наивно считают, что Лукашенко хочет переориентировать Беларусь в сторону Запада. Беларусь активный член Российского Евразийского экономического союза. Лукашенко сближается с Западом, чтобы от России пошел денежный дождь. А сам президент готов собирать урожай. Пекин установил свое влияние в Центральной Азии, несмотря на несогласие Москвы. Китай прилагает все усилия к развитию своего международного экономического проекта под названием «Шелковый путь». Он обещает бывшим республикам СССР со слабыми экономиками десятки миллиардов инвестиций и изменения, которые им необходимы, учитывая падение цен на сырье и глубокую рецессию в России. Но увеличение зависимости от Китая во времена экономических проблем и неопределенности не популярно в странах Центральной Азии. К тому же запуск региональной интеграции подталкивает Пекин к конфликту с Москвой, которая лоббирует в регионе свой Евразийский союз. Ставки растут и для самого Китая, поскольку нестабильный регион очень близок к таким охваченным войной странам, как Афганистан. И Пекину все труднее заниматься только экономическими делами и не вмешиваться в проблемы безопасности. Соединенные Штаты Америки хотят видеть над Сирией безопасное небо. Глава Пентагона назвал подход Москвы в стране стратегически близоруким. Ожидается проведение третьей видеоконференции по проблемам Сирии между российской и американской сторонами. На ней планируется обсудить межведомственный документ по действиям в воздухе над Сирией. Он предложен Министерством обороны России. Как рассказал заместитель министра обороны России Анатолий Антонов, работа над документом идет уже около 10 дней, и российская сторона выразила готовность вести дело к завершению. Китайский экспорт уменьшился в сентябре на 3,7%. Настроение рынка ухудшилось после выхода данных по экспорту Китая, которые показали замедление экономики КНР, пишет The Wall Street Journal. Внешнеторговый оборот КНР в сентябре сократился на 11,4%, в годовом выражении экспорт уменьшился на 3,7%. Как ожидают аналитики, показатели роста ВВП Китая кажутся ниже прогнозируемых. На этом фоне происходит глобальная распродажа азиатских акций, отмечают аналитики Barclays. Индекс Stocks Europe 600 снизился на 0,3%, в начале торгов отслеживая падение азиатских бирж. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,4%, австралийский S&P ASX 200 снизился на 0,6%, японский Nikkei Stock Average упал на 1,1%. Таким был рейтинг бизнес новостей, оставайтесь с первым делом. Редактор субтитров А.Семкин